Всем доброе спортивное утро! Скачала на планшет приложение моего спортзала Там очень много всяких разных занятий Я уже вчера об этом говорила И вот так я вот устроилась У меня нет коврика для занятий Но мне кажется, этот коврик подойдет что надо Вот там вот я повесила, мне его видно В общем, хорошо Жизнь налаживается У меня По телеку не налаживается Сейчас пойду с Чарли гулять Погода у нас сегодня хорошая Ветерок дует, правда так прохладненько в принципе Ну я занятий, мне нормально Разминочку сделала Вообще классно, супер Можно заниматься, не толстеть Главное, я каждый день взвешиваюсь Чтобы посмотреть, что я не потолстела Я, наоборот, похудела Я исключила полностью сладкое Из своего рациона Нет никаких вкусняшек Кроме тех шоколадок А есть батончики какие-то сладкие Шоколадки вчера я вам показывала С России В общем, да Видите, ветер какой Ладно, пойду я одеваться И, вернее, одеть что-нибудь Кофту какую-нибудь И пойти погулять Хотя время у нас еще рано И в это время нежелательно Гулять народу много Часик, наверное, подожду Чтобы было, знаете, предобеденное время И народу на улице не было Так Субтитры подогнал «Симон» «Симон» На обед у нас сегодня будет Макароны вот такие И будем доедать Тевтельки есть, крылышки есть В общем, все, что надо То и будем доедать Еще у меня заканчиваются фрукты И Поход в магазин Откладывать уже не можем Хлеба нет Нет, картошки нет В общем, надо закупку сделать Завтра, наверное, это сделаем В общем, обжариваем чеснок До золотистого цвета Но смотрим, чтобы он не сгорел А салат «Айсберг» Поливаем на ваш вкус Уксусом У меня виноградный Можете, как вы хотите Вот, можно лимончиком Вот И сейчас вот чесночок Он поджарится Прям буквально минуту Вот, почти поджарился Солим И прям вот этим маслом С чесноком Вот так поливаем Все, салат готов Очень вкусно Всем советую Обалденный Вкус жареного чеснока Ммм А здесь буду разогревать сначала Крылышки А потом Тевтельки Сегодня по плану Хочу помыть Стены В коридоре Они такие все Обляпанные Супер обляпанные Надо же чем-то заняться Поэтому Сейчас помою стены И пойду Всем назло Гулять С Чарли Да Так что А, и еще я собрала Пакетик с едой Потому что Собаки-то Все-таки там Я вчера проходила Лежали две собачки И, наверное, сейчас Никто не ходит И никто их не кормит Так что пойду Отнесу им тоже поесть Мне, конечно Теперь не очень удобно Потому что В парк я не захожу И сегодня Издалека Видела, что там Полицейская машина стояла Поэтому, наверное В парк нельзя заходить Но я туда уже Два дня и не хожу И А Собаки эти Находятся около парка Я другой крюк сделаю С другой стороны Обойду Они не в самом парке Находятся А там вот В полях В общем, скажем так И оставлю им покушать Потому что Жалко Мне этих собачек Никто их, наверное, не кормит Все про них забыли На улице погода не ахти Сейчас покажу Попозже Омыть буду Вот этими волшебными губками Это у меня еще с Китая Вот эти губки есть Я уже ими мыла стены Хорошо отмывают И сверху Потом просто тряпочкой протираю В общем И нормально Просто мочу И оттираю Субтитры сделал DimaTorzok Вот что от губки осталось Одни остатки В общем, пойду Эту стену мыть Ту Это более-менее отмыто В общем, так вот Развлечения У кого какие развлечения У меня вот такие Я только вспомнила Я же клубнику покупала Попозже Надо всегда все класть на виду Иначе Голова-то дырявая Все нафиг Забывает Сейчас на мой клубники И буду ужинать У нас уже стала традиция Хлопать в ладоши Медикам в поддержку Их работы Каждый день В 8 часов Первый день было в 10 Потом поменяли на 8 Чтобы могли дети Участвовать в этом Вот И мы похлопали Я не сняла Как всегда в инстаграм Сама похлопала Руки болят Вот Вообще Когда вот так вот Коллективно У нас прям все соседи Походят и хлопают В ладоши И везде прям слышно Знаете, как классно И ты хлопал, Столи И ты хлопал Помолиться Как он любит О, кстати Надо сейчас Птичку занести У нас опять зима На улице Ночью холодно И днем тоже Ветер такой ледяной Сегодня был Вообще Ну все, хватит Вот Поэтому Птичку надо занести Что хотела сказать В общем, да Похлопали А, про вирус Сейчас вам расскажу В общем У нас уже Все равно Увеличивается Число заболеваемых Сейчас оно 11681 Но думаю Что намного больше 11000 Вообще Умерло 524 человека Да, дофига и больше Но Да, по телевизору говорили Что результат От вот этого Карантина И все такое Будет Через 10 дней Вот И Знаете что Больше всего Я смотрела телевизор Потому что Сегодня говорили Как помочь Малым предприятиям Таким как я Потому что Я сижу дома Работы нету А платить Мне все равно Нужно И социальное Страхование платить И с первого числа Нам налоги платить А мы сидим дома То есть Единственное Что я услышала Это Что можно Просить кредиты Но нахрен Мне нужен кредит Если его все равно Потом отдавать Мне работ Ну В общем Да В Италии Там совсем по другому Там по моему Частным предпринимателям Сделали какую-то скидку В общем Будем Жить и увидим Они думают Все думают Как это все организовать Потому что Очень много Частных предпринимателей Которые Закроются И непонятно Выживут ли они потом Или Нафиг все закроются А если закроется Предприятие То естественно Не будет рабочих мест В общем Не только Кризис Того что Коронавируса Но и кризис Экономический Не только в Испании А наверное По всему миру Потому что Я сейчас смотрю И вот читаю Комментарии Слушаю Сейчас по моему Весь мир на карантине По крайней мере Двухнедельных А там и того Больше В общем да Пипец какой-то В общем не знаю В запасы У меня Я слава богу Я такой человек Запасливый Поэтому У меня всегда На черный день Есть И не такое У меня Огромное Частное Предпринимательство Я знаю Что через Две Недели Ну или Через Три Все мои Клиентки Вернутся И Всех Надо будет Красить Всех Надо будет Стричь Поэтому Наверстаем Упущенное И еще Я спокойна Что они Никуда не убегут Это не одно и то же Когда я например Уезжала в отпуск В России Или еще что-то Я боялась Что Парикмахеры Это же такое дело Что клиенты Могут пойти Уйти в другую Парикмахерскую И там и остаться Да Потому что Нас нет Незаменимых Но в этом случае Я хотя бы Спокойна Что все мои Клиентки Останутся со мной А так Конечно Переживательно Но я не стараюсь Об этом Сильно не думать Иначе можно Вообще В депрессию Уйти И не вернуться Я смотрю На все Оптимистично И твердо Уверена Что к лету Все это Закончится Просто нужно Переждать И Как бы Быть На чеку Завтра Я планирую Съездить в магазин Когда Во сколько Почему В общем Увидите завтра Так что Оставайтесь На связи Спасибо Что подписаны На меня Кто не подписан Обязательно Подписывайтесь Вот Сегодня на улице Было намного Спокойнее Знаете Людей намного Меньше Вообще Считаю И я Я в такое Время Выходила С Чарли Что Например Сиеста С двух До четырех Даже до пяти Здесь сиеста Я как раз Вышла В четыре Пол четвертого С Чарли Гулять И на улице Не было Вообще Никого Даже в магазинах Которые открыты Там никого Не было Сегодня Больше Утром Я ходила И большее Количество Людей Шли в масках Вот Да Но опять Знаете Как Там один человек Тут То есть Рядом со мной Ко мне Сегодня не приблизился Ни один человек Вот В двух метрах Даже в пяти Даже в десяти То есть Я сегодня Ни с кем Не перее Если вчера Я хлеб покупала То сегодня Я вообще Ничего не покупала И я ни с кем Вот так вот Чтобы лоб в лоб Не встречалась Так что Вот такие вот дела Потому что Я уже И даже когда Дверь нашу Внизу открываю Я бегом 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 И стараюсь Лицо не трогать Руками Ну сейчас Естественно Потому что У меня мыто Перемытое Но стараюсь Лицо не трогать Руками Когда на улице Хотя я опять Ничего не трогаю Кроме вот дверь Которая на улицу Открывается Ну мало ли Береженого Бог бережет У меня закон один Не Господи Забыла Как же он называется Сейчас вспомню Не навреди В общем я стараюсь Не навредить Никому Ни себе Ни людям Поэтому Да Как-то так Полиция Кстати Было намного больше Полицейских Ездили Вот Ну Некого Было Останавливать Говорить Что там Идите домой Все Либо шли С сумками Либо С собаками Все У нас Такие Наверное Добропорядочные Люди Все соблюдают Дистанцию В общем Да Сидим дома Не знаю Уже какой день Если честно Я Не знаю С какого дня Этот Карантин Начался То ли с Субботы То ли с Понедельника Если честно Мне не интересно Потому что Двумая неделя Мне кажется Все это Не закончится В общем Пишите комментарии Как вам Вы там Как у вас Проходит карантин Я сейчас Гляжу В России Тоже все На полках Нифига Ничего нет Хотя у нас Вот мне подруга Говорит Все было Все есть Кроме туалетной бумаги Бум с туалетной бумагой Все продолжается Вот А так Можно купить И мясо И все Что ты хочешь То есть Уже все Люди накупились Закупились И никаких очередей Нет Все нормально Вот в плане того Чтобы покупать Закупок Кстати В Испании Закрыли все границы И через границы Можно проехать Только Либо с продуктами Либо вот такие вот Товары Первой необходимости Так что Из Испании Не въехать Не выехать Сейчас уже нельзя Не улететь Не прилететь В общем Да Только По моему Резидента Есть там Какие-то Резиденты Те кто живет Что-то вот так Но все границы Закрыты Пипец Представляете Мы войдем В историю Кстати Вот я думаю Хотя бы так Позитивно Да Чтобы хоть как-то Себя успокоить Будем рассказывать Это нашим детям Нашим внукам И мы войдем А нас будут писать В книжках В учебниках Представляете Что в 21 веке Вот такое произошло Мировой коронавирус В 21 веке Это же мам Это же вот Как Как так Да И не могут ничего найти К нам приехали Китайцы Которые помогают Справиться С этой С этой фигней Как говорится Они тоже В курсе У них там вообще Все замечательно В Китае Я за них очень рада И это придает Мне уверенности Что и мы Все с этим справимся Рано или поздно Потому что Раз они смогли То у нас Есть хоть Какой-то опыт Есть хоть На кого Кто нам поможет И уже не так Это все Знаете Как бы Как Обухом по голове То есть Мы уже знаем Что делать Как делать Очень много ошибок Вот по телевизору Показывают Во-первых Очень поздно Сделали этот карантин Очень поздно Закрыли все границы Но По мне Так лучше поздно Чем никогда В общем Выберемся И Всего вам Самого наилучшего Здоровья Здоровья Еще раз здоровья Берегите себя И Встретимся с вами завтра Всем Пока-пока